Здравствуйте, братья и сестры! Есть такое на Рязанчине, кажется, место выше, такая речушка, это монастырёк такой, там, где заканчивал свою жизнь святой Феофан, епископ Вышинский и затворник Вышинский. Мы сегодня должны будем о нём поговорить, вспомнить этого благого книжника. Книжник – это не оскорбление. Есть книжники и фарисеи, а есть благие книжники, о которых Господь говорит, что всякий книжник, научившийся Царству Небесному, выносит из своих сокровищниц ветхое и новое, то есть пользуется книгами обоих заветов. Значит, вот это благой книжник, владыка Феофан, всю жизнь трудившийся над переводами, там, добротолюбия потеряков, толкованием псалмов, евангельских чтений, такая великая богомудрая пчела. Я к чему? Он называется затворником, хотя он сам называл себя запорником, в смысле запертым, а не затворившимся, ибо по сравнению с затворниками, скажем, Киева, Печерской лавры, Феофан жил в пятизвездочном Хилтоне, то есть у него несколько комнатушек там в этом, в этой монашеской келье, с огромной библиотекой, и там вот интересно, чем занимался этот человек в полном одиночестве долгие годы, кроме того, что он молился, состоял в обширнейшей переписке с большим числом корреспондентов, толковал писание, занимался духовными переводами с разных языков, с еврейского, греческого и так далее. Кроме этого, мы в его келье можем найти, например, подзорную трубу, телескоп, и он внимательнейшим образом в ночные часы позволял себе, так сказать, изучать карту звездного неба, наверное, воспевая при этом Псалом номер 8. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле, яко взяться великолепит и привык. И когда я увижу небеса и звезды, которые Ты создал, то я думаю, что такое человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. То есть, что-то ломоносовская ода при восшествии, так сказать, звезд на небо, открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет бездни дна. В общем, у него был телескоп, и он занимался картой звездного неба. Он ее подробно изучал и удивлялся, как же сильно Господь это все и красиво создал. А кроме этого, у него был токарный станочек. Он что-то отшлифовал, выпиливал, то есть не сидел без толку, значит, не лежал на диване. У него были, допустим, карты по военной истории, то есть последних битв, там, русско-турецкая война, там, наполеоновского нашествия. Подобно Тихону Задонскому, в Келейном уединении, он подробно изучал военные события русской истории, поскольку история вообще это книга промысла Божьего. Мы видим, как божественная рука передвигает шахматные фигуры на огромной доске, как исчезают и появляется царство, как успехи или неуспехи приводят к изменению политической карты мира. И он это все тоже изучал. То есть у него келья, значит, там, ну, конечно, рабочий стол, там, словари всякие там, маленький алтарчик. Ему было позволено служить литургию одному. Значит, и он сначала в церковь ходил постоянно по закрытому коридору, такому переходу, чтобы ни с кем не беседовать, никто же его не видел. А потом он уже и у себя там сам один служил, и в этом таком затворном, запорном состоянии он провел очень долгие годы, принося церкви неоценимую пользу через словесное епископское служение. Не управлял непосредственно епархией, но он совершал словесное окормление огромного числа людей и продолжает заниматься этим сегодня. Ибо такие книги его фундаментальные, например, что такое христианская жизнь и как на нее настроиться. Запомните это название, оно очень... За этим названием скрывается великолепнейшая книга, описывающая, правильно описывающая механизмы духовного пробуждения и механизмы, так сказать, работы над собой проснувшегося человека, то есть христианина, который вразумился и понял, что я должен поработать Господу. Вот вступив поработать Господе, можно руководствоваться книгами владыки Феофана. И интересно повторить то, что он был большой рукодельник и большой, так сказать, любознатель. Его интересовало все. Его интересовала ботаника и биология, его интересовала современная физика, он интересовался, выписывал себе журналы современной богословской науки на Западе. Он, повторяю, мог там выстрагивать и выпиливать там на токарном или слесарном станочке значит, то-то и то-то. То есть он был такой русский мужик такой, значит, высоко поставленный благодаря своему образованию духовному огню. При этом всем он не оставлял вот именно повседневных трудов и занятий. Такая вот эта келья отшельника. Очень интересно. Интересно побывать там. Если будете мимо ехать где-нибудь там, мимо этой высшей благословенной, о которой Феофан говорил, что высшую мою, я поменяю только на Царство Небесное. Вот. И это был XIX век, уже приближались там эти все громы и грозы. Конец XIX века, начало XX, Россию колебала и шатала из своего келейного уединения. Феофан очень остро и правильно диагностировал болезни русского общества. Это очень интересно почитать, что он говорил и писал о материализме, разливающемся по стране, о безбожии элит, о шатаниях в народе, о слабости церковной в ответе на все эти вызовы. Это из пещерного уединения или келейного затвора очень остро видно то, что в суете не заметишь. В суете люди, как бы так сказать, ну как рыба, например, живет в воде, но воду не понимает. Только вытащенная из воды рыба вдруг обжигается кислородом и начинает понимать, что ей не хватает того, без чего жить нельзя. Ей нельзя. И тогда она начнет тосковать, это смертно тосковать о воде, которую только что потеряла. Так же и у людей, так же и с Богом, так же и с верой. Мы не замечаем благодати, пока она не отнимется от нас. Мы не ценим мир, пока мир действительно существует. Мы не ценим ничего того, чем пользуемся каждый день, пока это не отнимается решительно. А он видел это все, вот эти приближающиеся грозы на любимое Отечество. В общем, история сегодня нас сводит с Феофаном Затворником Вышинским. Я бы очень рекомендовал познакомиться вам с этим великим гением духа и великим борцом, таким титаном. В наше расслабленное время он наш современник, по сути. таких людей почти нет. А мы счастлива ты, Россия, сколько у тебя великих сынов и дочерей. Познакомьтесь с этим человеком. В частности, вот эта книжка, что я назвал, еще раз повторю, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Ну и вообще все, что он писал, он много очень писал. Его молитвами до сегодняшнего дня вразумляются и спасаются люди. Да будем и мы в их числе, братья и сестры. С праздником! До свидания!